здравствуйте друзья вы на канале по вязанию и зовут меня лара и в этом видео вы узнаете что же я сейчас вяжу и что же я бы хотела распустить что мне не нравится и почему в общем все я вам сейчас расскажу поделюсь теми процессами которые сейчас у меня находятся в работе и так по традиции давайте начнем с работы которые я вяжу крючком это вот такой вот замечательный ажурный джемпер описание я когда-то давным-давно скачала себе сайта парижанка очень нравился мне этот джемпер от французских дизайнеров вот наступил этот счастливый момент когда наконец-то мечты должны сбываться я приступила к исполнению этой модели стала я вязать из пряжи ян-арт бегония очень нравится мне эта пряжа это стопроцентный хлопок и замечательно смотрится в крючке это всем известная турецкая пряжа длина нити 169 метров на 50 грамм я уже вязала из этой пряжи кардиганчик очень мне нравится как в носке и как вяжется и после стирки сохраняет форму этот блеск не исчезает очень приятная пряжа комфортно стопроцентный хлопок очень замечательно и я вот приступила выполнению из этой пряжи такого джемпер то я хочу сказать я связала и перед практически мне оставалось довязать горловину да вот с одной стороны провязала стала осталось со второй стороны вот и также я связала и спинку и не знаю теперь довязывать мне или нет в общем замучила эту пряжу можно сказать во первых несколько я раз перевязывала низ изделия вот даже сейчас видно как немного фолдит я не знаю это или какая-то ошибка в описании я брала и крючок меньшего размера чтобы начинать низ изделия до начинать вязание но почему-то я не знаю почему то вот этот момент мне не нравится потом что еще какой момент на картинке конечно же это выглядит очень замечательно симпатично но то ли у меня не подходящая пряжа может быть из такого торчащего акрила это было бы более как бы объемно и симпатично то ли я не знаю в общем меня смущает во первых то что вот это вот как бы изделия до вместе но выглядит как как рубаха тут вот еще достаточно странно пройма по описанию вот она просто идет такая прямоугольная какая-то я не знаю как это потом будет вшиваться рукав этот момент меня тоже застопорил в целом это тоже выглядит какая-то как рубаха у меня я не знаю может и размер или уже фигура у меня испортилась в общем что-то вот мне не нравится и вот эти вот большие дыромахи ну то есть как бы я не знаю в общем довязывать мне или нет хотя вот я вам рассказываю и самой вроде бы как и нравится напишите ваше мнение как вам как вам вообще вот это со стороны смотрится в общем я не знаю в общем я пока думаю но больше я склоняюсь к тому что я хочу это раскусить и что-то из этой пряжи связать может быть по каким-то азиатским моделькам вот например как такая моделька я пока в размышлениях не знаю что еще хочу сказать вот хочу отдельно заметить вот про этот узор когда я то есть на сайте парижанка там есть описание рукава но мне не совсем было понятно как идет расширение вот по этому узору потом я конечно же в интернете нашла прям отдельно описание прям весь рукав связан именно вот такой вот таким узором несколько моделей мне попались типа как летние футболочки сарафаны и даже какой-то там у женщины было нарядное платье связано непосредственно вот прям целиком вот этим узором симпатично смотрятся когда вот этот узор одна полоса связана одним цветом другая полоса связана другим цветом ну то есть очень много моделей и потом мне уже прямо попался рукав прямо уже с расширением только вот этим вот узором в интернете в общем я как-то может быть к лету ближе свяжу что-то себе из более легкой пряжи только этим узором какой-нибудь легкую дырчатую под маечку такую футболку ну в общем то я в размышлениях в общем про экспериментировала то что было в голове оно не совсем получилось то что в реальности ну в общем в общем то вот такая вот история и да наверное я скорее всего буду это распускать то не совсем понимаю с чем это можно носить гардеробе какое время года как такое переходящие летние демисезонная смущают вот эти вот огромные дырки да тут более плотная такая вот сетка с цветочками вот от верху вообще идет обвязка столбиками с накидами то есть вообще плотный такой узор ну то есть я не знаю как это с чем вписать в гардероб как это носить пока в общем-то да побаловалась поигралась помучила пряжу и наверное наверное на этом пока все но это опыт и опять же как бы мои изыскания вот с этой полосой с этим узором как он используется и в других моделях то есть дизайнеры его широко применяют и даже я видела таким узором полностью связанный палантин да неплохо в общем то такая вот история с этой моей работой как следующая работа изыскания 2022 года есть у меня запасах такая замечательная пряжа это твит айриш и в голове у меня нарисовалась моделька да как вы видите с таким широким воротом с какими-то мне хотелось жгутами переплетениями вот такая получается как резинка с такими переплетениями вот что-то мне хотелось каких-то жгутов аранов по переду и по спинке начала вывязывать реглан росток у меня тут связан по резинке то есть горловина резинка 2 на 2 переходит у меня в росток связанной резинкой и далее потом вписывается узор и по рукавам не мечталось связать тоже какой-то красивый но вот сейчас как-то на камеру это все видно а в жизни это пряжа она сама по себе очень самодостаточная и наверное требует простых решений я не знаю буду я что-то наверное передумывать во-первых от горловина она у меня получилось очень широкой и она вроде бы и тянется до хорошая такая горловина широкая но почему-то все равно вот на горле некомфортно все равно как-то сжимает мне но в общем-то это был мой проект из головы это были мои фантазии пока я вижу что не не ахти как супер круто выглядит и в общем-то понимаю что да наверное это пряжа выигрышная сама по себе сама достаточно очень легкая она при этом очень теплая ну тоже это да вот и я понимаю что да наверное я это все распущу тем более уже пол зимы прошло впереди весна и высоко вот это такое теплое горло уже наверное ни к чему мне ну а какой-то легкий джим пирог под джинсы такого спортивного какого-то стиля я наверное свяжу хочется мне уже конечно эту пряжу и связать вот когда-то я ее покупала хотела то ли сыну то ли дочки но дети не понимают всю красоту этой пряжи не могут оценить достоинств поэтому конечно теперь буду я вязать это для себя ну это даже и хорошо в общем-то какой-то будет джемпер из этой пряжи но какой-то более простой более вязка такая возможно резинка где-то местами резинка где-то просто лицевая гладь или ну как-то надо подумать мне как это обыграть в общем-то такой тоже не совсем удачный проект из головы но это опыт как бы да мама у меня всегда шоке как я вяжу вяжу и потом начинаю распускать но получается да чтобы связать очень красивая хорошая достойное изделие иногда приходится вот так вот помучить пряжу еще один проект у меня застрял это джемпер для дочки это тоже стоковая пряжа это всем известный джемпер от окне когда-то на синке много лет назад все его вязали но я почему-то связала только спинку и перед причем я перевязывала это потому что что там там на дочке не сидела не так но мне кажется сейчас араны возвращаются обратно в моду и в общем то на самом деле это хорошее изделие из стоковой пряжи какой-то это baby wool baby wool очень мягенький приятный комфортный то интересно она после во время стирки и даже немного при вязании как бы осыпается маленький пушочек такой baby wool это наверное короткая ворсистая пряжа наверно да из нее так как-то там стригут этих малышей и потом выплетают эти нити вот такая вот работа у меня подвисла но надо мне ее завершать надо вспоминать вообще уже теперь как я вязала на каких спицах это все в общем что это собой представляет это араны до с двух сторон а посередине вот такой вот как бы сетчатый клетчатый рубиками рисунок связаны и перед и спинка по спине тоже так вот идет по рукаву наверное у нас будет просто таран в общем надо уже тоже сидеть вспоминать и не совсем уверена хватит ли у меня пряжа вот конечно это тоже загвоздка ну буду что-то думать что-то довязывать в общем такая вот работа цвет передается синий вам он более фиолет но несмотря на то что есть эти недовязы конечно же кто же откажется от новых проектов вот такая вот пряжа это тоже итальянский сток это удивительная пряжа тоже когда-то я ее покупала давным-давно и вот наступил этот счастливый момент это пряжа называется кэшми и там очень интересный состав 20 процентов кашемир 30 процентов меринос 5 процентов шелк 15 процентов вискоза 5 процентов ангора и 25 процентов акрил вот такая вот смесовка но пряжа очень приятная после стирки выпускается пушечка ангора ангора и она вот такая вот легкая и ну в общем все тоненькая легкая такая невесомая пряжа и что же это такое это будет у меня жилет оверсайз большого размера 52 54 где-то будет собой представляете v-образный вырез по переду будет узор из разных аранов и перекрещенных петель а по спинке будет просто лицевая гладь вот я сейчас вижу спинку потому что иногда мне хочется какое-то простое легкое вязание ни о чем как бы не думая просто отдыхать отдыхать в общем я вот нам начала вязать этот жилет это будет жилет для дочки и очень хочется мне попытаться снять мастер-класс если вам интересно то конечно же присоединяйтесь подписывайтесь ставьте лайки я буду понимать что вам тоже это интересно еще у меня на спицах вот такие вот замечательные носочки это пряжа alize artisan когда-то я летом показывала обзор своих покупок и в общем-то рассказывала там про эту пряжу пряжа как бы новинка да уже последних лет но что я хочу сказать вот этот цвет это такая услада для глаз это просто я не знаю вяжешь и максимально получаешь удовольствие вяжу я носок это размер где-то 36 35 вот с таким вот узором этот узор я взяла на сайте по моему пряжи шахер майер если я не ошибаюсь свободном доступе есть описание этого носочка ну и тоже конечно же мне хотелось попробовать снять мастер-класс в общем-то таким узором на такой размер как я вяжу более подробно один носочек у меня связан осталось не закрыть петли тут вот в общем такая вот красота такая тоже приятная работа у меня на спицах в общем то тоже если вам интересен мастер-класс то подписывайтесь ставьте лайки я буду понимать что у вас заинтересованность в этом есть вот такие процессы у меня сейчас находятся в работе спасибо вам за внимание надеюсь вам было интересно до новых встреч пока пока